Ииии здравствуйте уважаемые, с вами Кукурузный Зик и вы смотрите 10 серию приключений на сервере с Велском на сборочке The Rest of the Land, или не в земли. И собственно за кадром я сходил немножко покопал, я осваиваю свою дрель, теперь она отлично работает. И построил здесь вот такое вот нечто. В принципе у меня была идея по этому поводу замутить стрим, потом я решил, что нет, я не готов стримить, и поэтому построил это дело просто за кадром. И немножко собственно как бы приукрасил в принципе всю эту систему, забрав вот из этого вот верстака все тесто. И собственно вот здесь я поставил, переключил эту штуку в режим Single Stack. На самом деле это не сильно помогло, в чем проблема? В том, что эта штука у нас с вами будет забиваться водой и солью. И соответственно как только у нас здесь с вами появляется пшеница, вот сейчас здесь ее 5, она сюда просто не может пойти. Если я отсюда уберу режим Single Stack, здесь у нас с вами не будет места для этой самой пшеницы. Поэтому в принципе как бы наверное в этой серии мы с вами доделаем самому по себе цепочку автокрафта, то есть в принципе теперь это тесто, которое я переместил вот сюда, у меня уже 109 штук получилось. Нам с вами нужно соответственно переделать, пережарить, насколько я помню, да, в что-то похожее на хлебушек. После этого нам с вами просто нужно поставить еще один крафтинг тейбл, в котором будет совмещаться мяско. Мяско. Есть тофакон. Кто-то из вас мне в комментариях писал, что невозможно использовать тофу для этого дела. Возможно использовать, но на самом деле нам с вами не придется это делать, потому что я все-таки путем экспериментов понял, что у нас с вами... А, ну хотя возможно я прошлую серию на этом закончил, я на самом деле не помню, на чем я закончил прошлую серию. Если мы с вами здесь используем вот эту вот приманку из овощей, у нас здесь вполне себе добывается свинина. То, что нам и необходимо. И собственно я что-то так подумал, что зачем нам эта штука вообще нужна здесь. Это как-то немножко странно, то что она у нас с вами стоит как-то ни к силу, ни к городу, посредине вообще места на базе, которое занимается вообще другим. Которое не занимается ничем, если быть точным. И соответственно я так что-то подумал, что наверное нам с вами имеет смысл ее тоже перенести ближе к нашему маленькому домику, который будет заниматься крафтом еды. И единственное, что давайте сразу себе сделаем горшок, пока мы с вами здесь. И еще один столик. Горшок у нас с вами делается так. У меня есть такое ощущение, что я его делал, если честно. Почему-то мне знаком этот рецепт. Ну ладно, делал и делал, да? Да, ничего страшного не будет. У меня что, закончились все палки? Какой кошмар. Ребятки, следующее после еды, я чувствую, у нас с вами будет все-таки необходимость в ферме дерева. Ну и обязательно нужно будет сделать все-таки систему производства песка, потому что я себе здесь сходил, накопал немножко этого самого песка. Понял, что мне очень не нравится это делать даже за кадром. Я уж молчу про то, чтобы соответственно это дело прерывать серию. Так, и более того, нам с вами... Сколько у меня здесь сейчас свинины есть? Свинина-то где? 11 мы с вами набрали. Эти самые, кстати, овощные приманки делаются у нас вполне себе из кукурузы. Мммм. То есть осталось еще придумать, каким образом мы с вами будем собирать кукурузу. Я думаю, что под это дело я подрежу либо ферму из иммерсива, либо кристалл из астрал-сорсери. Посмотрим, там будет видно. Но в любом случае нам с вами нужно себе сделать автокрафтинг тейбл, как он там бишь называется. Не так он нифига называется. Меканикал... Меканикал крафтер? Меканикал крафтер, да-да-да. Я вот снова забыл его дурацкий рецепт, но ничего, мы сейчас с вами очень быстро, я чувствую, его здесь вспомним. Потому что, собственно, рецепт там не очень сложный. Вот такая, точно помню, рецептоновская фигня была нужна и кажется обычный верстак. То есть, в принципе, рецепты в этом смысле очень недорогие, за что им большое спасибо. И RWTIMA в частности. То, что он не заставляет делать трехэтажные рецепты в отличие от других людей. Дроппер. Дроппер, штука, крафтинг тейбл, Меканикал крафтер. И нам с вами нужна печка. Что мы с вами будем использовать в качестве печки? Можно, конечно, использовать обычную печку, но это скучно. Можно использовать печку из экстра утилит, но это тоже скучно. А, собственно, больше печек-то у нас с вами, похоже, и нету. Вот печаль какая. Если честно, я-то думал, что мы с вами все-таки возьмем так себе и сделаем печку из Project Red. Inductive Furnace. Слушайте, а может быть нам с вами все-таки сделать эту печку? Нам нужно пять кирпичей и электротин alloy ingot. У меня же до хрена этого самого электротина, нужно его куда-то девать. Заодно, как я уже, собственно, говорил, я хочу попробовать посмотреть, что это такое. Похоже ли это на Blue3 City из RedPower, хотя, скорее всего, похоже. И почему я сделал один? Давайте сделаем хотя бы еще девять. Потому что электротина у меня дофига, а вот эти самые электротиновые слитки не исключаю, что в итоге понадобятся для чего-нибудь. И отлично, десять штук. Вот заодно мы сейчас с вами это дело успешно здесь и зажарим. Я тут себе жарю чупакабру для того, чтобы не питаться кукурузой. И успешно забываю про то, что я жарю чупакабру. Где у меня монстры? Я, если честно, теперь, когда эта надпись вырезает, всегда ищу рядом рипера. Рипера нету. Дурацкие штуки. Дайте мне поспать. Уроды, где вы? Ладно, хрен бы с вами. В таком случае мы с вами не будем пропускать ночь. Так, и это у нас с вами был Project Red Exploration. Надо придумать, каким образом вырабатывать эту самую энергию. Потому что есть у меня ощущение, что печка работает как раз на ней. Project Red, Project Red. А что-то я здесь вообще даже и проводов никаких не вижу. Эй, штука. Блок-брейкер у нас здесь. О, автокрафтер у нас же есть из Project Red. Да, я совсем-совсем забыл. Solar Panel. Вот, нам с вами нужна вот такая штука. Это силикон. Это силикон-буль. Это блок угля и песок. Какой странный рецепт. Ну, вообще, да. Опять же, очень похож на старый Red Power'овский. Давайте сделаем. Хотя, по-моему, они здоровые, блин. Они делаются по несколько штук. Может быть, не стоило в таком количестве его делать. Я не понял. А, блок угля. Зиги молодец. В таком случае действительно сделаем один. Там же блок угля был, я надеюсь. Да. Какая хрень. Так, идите сюда, мои электротинки. Ну, жарься. У нас что, с ТПСом проблемы? На сервере никого нету. Ребятки, окститесь. Так. Этот буль нужно разбулить. Разбулить его нужно при помощи... При помощи пилы. Из алмаза это каменные павочки, алмаз и такие павочки. Раз, два, три, четыре. Сколько у меня будет павочек? Так, а как делаются каменные павочки? Эй. Это вот что сейчас было за печаль такая? Обжаренные камни. Ёшки-матрёшки. Ну, ладно. Спасибо геонахам. У меня этих обжаренных камней тоже немало совсем. И алмазик. Я немножко покопал, но, к сожалению, не нашел ни одного алмаза. Чего-то мне с ними здесь не везет. Прям капитально. Режься, хрень. Вот, на восемь силиконовых таких фигней. Теперь эти силиконовые фигни мы с вами оборачиваем. И получаем вот такие штуки. Да-да-да, я вспоминаю рецепты из Project Red. Буквально под копирку сделаны. Ну, в принципе, ладно. Я думаю, что я ларам уже не против. Так, что у нас с вами здесь нужно еще? Вот такой вот слиток. Три железа. И три таких вот поводосочки. Вот таких вот. На то, чтобы сделать солнечную панель. Мне, кстати, интересно, хватит ли мне одной солнечной панели. А я могу сделать не одну. Ага. Я могу сделать совсем не одну. Что-то типа того там было, да? Да, солнечная панель. Единственное, что провода бы еще какие-нибудь для этого дела найти. Хотя, в принципе, наверное, эту штуку могу поставить просто сверху. Хотелось бы проводки. Проводки бы хотелось. Как, интересно, могут называться эти проводки? Wire? Дайте мне секунду, попробую их найти, на самом деле. Потому что чувствую, что эта проблема будет та еще. Ребятки, я бы сам, наверное, не нашел эту штуку. Мне пришлось погуглить. Называется он Low Load Power Line. И делается он, черт возьми, очень-очень странно. Что у меня с шерстью? Есть ощущение, что шерсти самой у меня нету. Но у меня есть дохрена вот таких штук. Давайте возьмем... Мне нужно было шесть, да? Шесть и четыре. Что, двадцать четыре нитки? Сделаем из них двадцать четыре шерсти. И теперь мне нужно эту самую шерсть. Четыре из них покрасить в синий, две в желтый. Вот это-то зачем было делать? Если честно, мне немножко непонятно. Ладно, у меня должны были быть цветочки. Две в желтый. И остальное в синий. Раз, два, три, четыре. Пять получилось. Не надо пять, надо четыре. Шерсть по одной ты краситься будешь? Будешь. Это хорошо. Теперь мы с вами сделаем себе желтую краску. И покрасим шерсть в желтый. И мы себе сможем сделать такие проводки. Отлично. И что-то я еще так подумал, что, наверное, мне совершенно точно не хватит одной батарейки. У меня есть еще три таких буля. По-моему, здесь было еще два. Черт. Ладно, значит, сделаем себе пока две батарейки. Это еще одна такая штука. И еще три слэба. Сделаем себе вторую солнечную панель. Так. И у нас с вами есть... А, у нас с вами больше ни хрена нет. Потому что я себе не сделал... Не сделал электротин. Эй, ты не электротин? Ты электротин. Электротин это генератор. Нет, мне нужна фернес. Мне нужна печка на электротине. Вот она, inductive furnace. Это обычные кирпичи из жареных кирпичей. У меня, возможно, где-то есть жареные кирпичи. Вот. Так что нам с вами не придется сейчас жарить глину. Это хорошо. Мне нужно пять кирпичей. Четыре, пять. Идите сюда. И мне нужно два железа и один электротин. Два железа. И один электротин. Просто, на самом деле, знаете, можно было обойтись любым другим модом, но мне очень нравится ностальгия по Red Power. Потому что, как я уже неоднократно говорил, это в свое время был мой самый любимый мод в Майнкрафте. Так, давайте возьмем себе трансфер ноты. Давайте возьмем фильтр, на всякий случай. Трубы тут всякие. Вот это всякая лажа и прочее такое. Надо бы, на самом деле, наверное, еще сделать себе фильтров. Это, по-моему, четыре палки. Палки у меня... Опять закончились палки. Черт, я их ем, что ли? Куда они все время убегают? Ууу, к нам присоединился Гоша. Тот самый Гоша, которого мы с вами давно не видели. Который очень любит лизать мои провода. Четыре Redstone. И одна нитка, которая у меня оказалась совершенно случайно. Окей. Давайте попробуем теперь все это дело поставить. Кстати, да. Привет, пишусь. Вот в плане этого домика. У меня очень странно получилось. Здесь. Я не могу сказать, что это моя лучшая архитектура. Это далеко не так. Я не знаю, почему я сделал именно такой. Ну, ладно. Но зато я смогу здесь сверху, если мы с вами поставим сюда какой-нибудь песочек. Песочек. Где-нибудь вот здесь поставить себе эти самые электротиновые штуки. Давайте здесь, допустим. Нет, лучше мы это дело будем делать здесь. Черт, я совсем забыл, что моя эта замечательная дрель не копает нормально деревяхи. Вот здесь мы с вами поставим себе панели. И пусть здесь будет дырка. И пусть разработчику Project Red будет стыдно за то, что он не придумал. Хотя, по-моему, он придумал. По-моему, это я дурак. Ну, ладно. В любом случае, пока будет так, потом что-нибудь придумано. Шпоньк. По-хорошему, надо бы сюда, конечно, еще батарейку поставить. Есть ли у нас с вами батарейка? Беттери. Беттерибокс, она, кажется, называлась. Беттерибокс. Как она может называться? Это экстраутилиты. Беттерибокс. Это штука, которая бы у нас с вами могла энергию хранить, пока печка не работает. Давайте, наверное, все-таки сделаем ее тоже. Потому что все-таки нужна нам эта вещь. Как ни крути. Ау. Скелетина. Я тебя слышу. Ты меня хочешь сожрать. А, и, кстати, да, ребятки. Учитывая то, что я пошел со своей дрелью копать, я себе все-таки сделал в нее спид апгрейд. Причем аж два. Копает она теперь как умалишенная. Я мог бы себе в теории сделать третий апгрейд на скорость, но я подумал, что я оставлю этот слотик для форчин. Я хочу себе сделать все-таки апгрейд на форчин, по крайней мере, первого уровня. Итак, батарейбокс. Нам с вами нужен электротин в таком виде. Коппер и тин. И таких батарейки мне нужно четыре. Да вообще, в принципе, ни о чем. Тин. Ё-моё. Зик инвентаря. Куда же тоже без него. Стоунроды всякие. Вот эти всякие хрени сюда. Давайте уберем. Лазуритик не очень нам с вами нужный сейчас. Я забыл уже, что нам было нужно. Железо. Железо, электротиновые слитки. Деревяхи, кстати, зря убрал коппер. Четыре батарейки. Четыре копера. Копера что-то мало. Надо все-таки идти копать. Надо, наверное, как-нибудь устроить копательный стрим. Копательный стрим. Это хорошо. Четыре батарейки. И три железа и деревяха. Три железа и деревяха. Одна. Я специально эту самую одну. Зачем я взял такую? Я не знаю. Я не знаю, что я делаю. Мне плохо. Я устал. Я делаю батарейки. Я ем пуговицы. Нет, этим я не занимаюсь. Давайте посмотрим, что из себя представляет мясо чупакабры. Да, в принципе, немножко лучше, чем кукуруза. Но главное, что естся быстро. И, в принципе, в любом случае оно у меня было. Чего ему просто так пропадать? Кстати, не исключаю, что это мясо чупакабры. Можно было использовать для хот-догов. Ребятки, у меня есть совершенно безумная идея. Что, если я сделаю вот так? У нас здесь с вами будет что-нибудь набираться? У нас здесь с вами энергия откуда-то берется. Значит, она все-таки сюда накапливается. И у нас с вами таким образом закрыт потолок. Что меня не будет раздражать. И у нас с вами есть печка. Егей. Давай, печка. Делайся. Так, печка у нас с вами есть. Эту штуку, наверное, имеет смысл перенести. А, мне же в любом случае... Давайте ее перенесем действительно. Давай-давай, забирайся. Все, я все забрал. Тут просто этот самый остался. Замочек. Давайте мы ее перенесем вот сюда. И все-таки, что касается экстраутерит. Там очень странный рецепт. Кстати, давайте, наверное, попробуем сейчас сразу эту штуку сделать. Я попробую. Потому что вы мне, собственно, говорили, что, Зик, попробуй. Я ее попытался найти и не нашел. Потом я понял, почему я ее не нашел. Потому что она выглядит совсем не как нода. Я очень сильно удивился этому. Но на то, чтобы ее сделать, мне порадуется всего-навсего куча-куча железа. Потому что делается она при помощи наковальни. Если ее память не изменяет. На наковальню мне же нужно три блока железа, да? Я же ничего не путаю. Экстраутериты зря я отсюда это дело убрал. Она выглядит как вот такая хрень. Поэтому, собственно, я ее и не заметил. Вот она. Флет-трансфер нод. Нам с вами нужна тупо наковальня. Наковальня. И нода. Мы с вами получаем восемь флет-трансфер нодов. Интересно, как эта штука будет работать. Кстати, надо теперь куда-нибудь деть наковальню. Ставить ее... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не хочу так. Живи здесь, наковальня. Ой, сейчас чувствую, эта штука будет глючить, как я не знаю кто. Я буду ругаться. Всякими разными словами, которые не принято говорить в эфире. Что поделаешь? Это еще какие-то, оказывается, стрелы в инвентаре и прочая дрянь. Типичный ЗИК. Так, давайте эту штуку уберем. Поставим сюда нашу... Она сюда не ставится. Печка. Давай-ка мы тебя... Ёшкин-матрёшкин. Печка. Печка. Хе-хе. Я уронил сервер. После перезапуска сервера печки здесь не оказалось. Это очень хорошо. Но краш действительно имеет место быть, поэтому нужно будет создать краш-эпорт. Проблемка такая не очень приятная. Поставим сюда эту штуку. Поставим сюда... Трансфер-ноду. Интересно, я как-нибудь могу ее настраивать? Нет? Никак не могу ее настраивать. И сюда поставим печку. Ух, печка. Энергию ты, конечно же, всю потеряла. Ну и ладно. Есть еще. Если я теперь сюда запихну это самое тесто. Будет ли оно работать? Есть ощущение, что не будет. Как эти штуки работают? Ага. То есть мы еще ее... Мы ей можем управлять и... Как она вообще работает? Кушку. Вот что она сейчас делает? Втягивает или вытягивает? И она не ставится на печку. Кстати, мне интересно. Проблема это все-таки в печке. Сейчас я опять сервер уроню, да? Если я сковырну отсюда эту штуку. Давайте, по-моему, сначала проводок отсюда убрать. А потом печку. Кстати, у меня... Да, второй не осталось. Ну? Черт. Видать, сейчас опять у нас с вами уронится сервак. Арк, что же за лажа? Дайте мне секунду. Ребятки, сервак я не покрашил. Но единственный способ, которым можно убить эту штуку, это переключиться в креатив. Ладно. Я думаю, что ничего страшного. Бак поправят и все будет хорошо. Но! У меня так и не получилось заставить эту штуку впихивать, собственно, предметы в печку. Возможно, это нужно делать сверху. Таким образом, мы с вами получаем немного другую схему, а именно вот такую. Или с этой штукой вообще ничего делать нельзя. Вот это вот реально печаль. То есть, смотрите, каким образом она убирается. Ууу! Отсюда почему-то она убирается. Что не так с этим блоком? Как интересно! Хм. Ладно. Суть не в этом. А как же мне тогда... Просто смотрите. Я это дело попробовал протестировать на верстаке. Тогда не на верстаке, на сундуке. Допустим, я сюда ставлю ноду. Сюда ставлю сундук. И у нас с вами в сундук начинает идти тесто. То есть, вроде все логично, все хорошо. Но почему эта штука не хочет идти в печку? Видите, не хочет. А! Нет, и отсюда убирается. Я не понимаю, что никак с этой печкой. Я сломал, я все сломал, Зик, все сломал. И, кстати, да, если что, то для взаимодействия с нодами нужно одну из них держать в руке. Иначе ни хрена не получается. Так, ну хорошо. Теперь вопрос. Могу ли я в эту печку, в принципе, каким-нибудь автоматическим способом что-нибудь запихивать? Давайте попробуем протестить. Я попробую сюда поставить сейчас тупо вот такую ноду. Такую ноду поставить. И, соответственно, к печке это дело подвести при помощи труб. Отлично. Здесь нету входа, здесь нету входа. Какая потрясающая печка. Она что, не умеет работать с трубами вообще? Куда мы с вами не пытались еще и запихивать ничего? Это, по-моему, назад. Давайте попробуем поставить ее вот так. Будем ей пихать взад. Странно звучит, согласен. Не-а. Ребятки, у этой печки банально нет возможности автоматизации. Отличная печка. Черт. И на какой хрен он... О, и опять она, собственно, не хочет отсюда убираться. Есть у меня ощущение, что проблемы на самом деле связаны. Не может такого быть, чтобы в Project Red был какой-то блок, который, соответственно, у нас с вами вот так себя ведет. Ну, в принципе, такого быть не может. Это очень странно. Блин, такая хорошая была печка. Я теперь не знаю, на кой черт мне этот плюс-3 сети нужен. Аргх. У-у-у, ладно. Поставим ее здесь, пусть она стоит. Я не знаю, зачем она будет здесь стоять. Видимо, просто будет украшением. Мы в ней будем руками что-то жарить. Но в таком случае, кстати, а вообще-то я в ней жарить. Могу что-нибудь? Ну-ка, будешь жариться-то? Дым-дым-дым-дым. Дым-дым-дым-дым. Эту штуку в таком случае поставим... Ну, видимо, тогда вот по этой стене будем, как сказать, проходить нашими трубами. И, видимо, вот здесь, вот под печкой. То есть, эту штуку я ставлю вот так. Да? И в нее запихиваю тесто. А так я хрен в нее запихну тесто. Блин, горелый. Вот так. Тесто. Все. Окей. Что, собственно, делать дальше? Дальше думать, какую сюда печку мы с вами будем ставить. Ну, тогда вариантов не сильно много. Можно либо воспользоваться нагревателем из иммерсива, который требует энергию. Нет, для него не нужна ночь. Либо печкой обычной, которая требует уголь. Я не знаю. В любом случае требуется какой-то ресурс. Поэтому давайте сделаем, наверное, обычную печку и сделаем нагреватель. Все-таки. Потому что он нам, ребятки, понадобится. Как он там называется? Хитр? Экстернал хитр? Экстернал хитр. Экстернал хитр. Экстер. Эй. У нас с вами есть эта фигня. Давайте я избавлюсь от ненужных мне проводов, булей и всяких фигулей. Нужно будет еще у нас с вами, наверное, расширить вот это вот пространство. Давайте избавимся вообще от всего. Гы. Не очень-то нужного. Так. И есть ли у меня с собой какие-нибудь коннекторы? У меня есть два коннектора. И ни одного релея. Вы серьезно? У меня нет ни одного релея. Черт. Релеи в кадре. Как раньше были шестеренки. Только релеи. Мне нужно две засушенных глины. У меня где-то были релеи. Куда они все делись? Мне казалось, что они действительно у меня были. Так. И, по-моему, там две, что ли, нужно копера. Я уже запомнил этот рецепт. Как-то так получилось. Сам не знаю как. Пойдемте попробуем сделать эту штуку. Единственное, что я опять забываю насчет ванильных печей. Откуда мы с вами забираем результат? По-моему, снизу. Сбоку мы с вами запихиваем горючее. Нам это не понадобится. Сверху мы с вами запихиваем то, что нужно. Осталось только придумать, каким бы образом это запихать сверху. В принципе, я, наверное, могу, знаете, что сделать? Я могу попробовать поставить печку. У-у-у, у меня есть дурацкая идея. Совсем дурацкая. Я вот сюда поставлю. Хитр. У-у-у. Интересно, эта штука, это где он печку будет греть? Или эта штука, куда ему энергию подводить? Тут песок какой-то. Откуда здесь песок? У-у. А, ну да. Я здесь себе строил дарт-пол из песка. Я молодец! Так, у нас с вами вот здесь есть коннектор, который выдает. Мне из этого коннектора нужно будет сделать выход. Я же второй провод сюда не смогу подключить. Как бы мне сделать два выхода? Мне для этого, наверное, нужно просто взять молоточек и жбахнуть, допустим, вот сюда и сказать, что это выход. Вот, и мы с вами сюда со спокойной душой просто подцепим еще один коннектор. От этого коннектора мы с вами подцепим второй коннектор вот сюда. И попробуем это дело запитать. На кой черт я себе в таком случае делал рилей? Непонятно немножко. Чем? Чем ты абстрактат? Ну, конечно, да, у кого-то всегда есть проблемы. Давайте попробуем вот так. По-моему, самое дебильное, что я мог придумать. Но она, по крайней мере, соединилась. Единственное, что здесь не написано, что здесь есть энергия. Возможно, все-таки тебя нужно поворотить. А ты поворотчаться не хочешь. Ну, давайте попробуем ее поставить так, чтобы у нее с этой стороны был вход. То есть вот так. Так-то ты захочешь, наверное, цепляться, да, и энергию принимать? Конь. Вот, так ты захочешь это делать. Немножко неэстетично, но, собственно, кому какое дело. У меня и так здесь пример самого лучшего строения в Майнкрафте за все время. И печка. Единственное, что я не помню, что с этими штуками надо было делать. Так. Не туда. Туда. А почему ты не работаешь? Я же себе делал книжку, поймешь его? Делал книжку, поймешь его. Хитр. Сторон хитр. Дайте мне секунду, почитаю. Ребятушки, лажа какая-то. По идее, этой штуке Redstone сигнал не нужен. Она должна работать, если в рядом стоящей печке есть что жарить. Но по какой-то причине она не хочет этого делать. Поэтому мы с вами принудительно включим эту штуку на то, чтобы она потребляла энергию всегда. Я надеюсь, что наших четырех термодвигателей хватит на это дело. Вот, собственно, у нас с вами разогревается печка. И... Блин, ты не жаришься, что ли, просто? Может, я дебил? Может, я совсем дебил? Может, это не так делается? Погодите. Хот-дог. Хлеб. А на кой черт мне тесто? Зачем я вообще делал тесто? Погодите, я что-то... Ээээ... Я же делал тесто зачем-то. Мне же зачем-то было нужно тесто. Я смотрю, из него можно делать только какие-то крендельки дурацкие. Мне нужен был... А, вот, погодите. Его не надо жарить. Ух! Нам просто нужен бейквер. На кой черт мне тогда вообще вся эта конструкция? Арк, ребятки, дайте мне секунду. Так. Дубль N. Не знаю какой. Сверху кладем тесто, снизу кладем ветчину. Ну, в смысле, свинину. Берем ключик, закрываем наш дровер на ключик. Все. Не трожьте мою ветчину, которая свинина. Так, попробуем еще раз разобраться с этими штуками. Клик. И теперь, по-моему, вот. Вот так. Таким образом можно здесь сказать, что отсюда вынимать. А вынимать нам с вами отсюда надо будет исключительно... Эээ... Иди сюда мою тесто. Фильтр. Белый список. Тесто. Клик. Не то. При помощи этой штуки надо клик делать. Поставили сюда фильтр. Так. Сюда мы с вами ставим Mechanical Crafter. И говорим, что здесь при помощи теста и бейквера мы с вами получаем хлебушек. Бейквер сюда кладем. Крафт и хлебушек. Отлично. У нас с вами есть хлебушек. Так. Теперь снизу у этой штуки. Здесь вот сейчас придется немножко повозиться. Мы с вами сотворим прелесть. Прелесть будет заключаться в следующем. Нам нужно взять свинину. И сделать из нее фильтр. Свинина. Фильтр. Нода. Не туда. Хе-хе-хе. Я психом стану. Опять. Так. Свинина. Свинина. Ты пойдешь со мной. Мне нужен какой-нибудь ключик. Какой-нибудь ключик. Мне нужен для того, чтобы вот здесь это дело отцепить. И провести это дело вот сюда. Здесь у нас с вами будет стоять второй Mechanical Crafter. Который свинина пошла. Пошла свинина. И сюда же. Я его рано поставил. Нам с вами нужно поставить еще одну такую штуку. И мне нужен еще один фильтр. Для того, чтобы сказать, что мы с вами вынимаем из этого крафтера исключительно тесто. Ой, не тесто. Хлебушек. Тесто у нас с вами уже есть. Спасибо. Наделали уже себе тесто на голову. Вот. И, собственно, что касается того, каким образом я планирую решить проблему с заполнением инвентарей. Я, наверное, просто поставлю большое количество ящиков в качестве буфера. По идее, наверное, это должно помочь. Что у меня как бы вся передача, кроме одной, где вода будет проходить на нодах из Extra Utilite. И, соответственно, везде будет храниться не более одного стака того или иного предмета. По идее, как мне кажется, что это должно сработать. Это что такое? Гоша пришел. Ну, конечно. Ну, как же можно? Гоша попал на сервер. Как же можно ко мне не прийти? Так. Мне нужен... Мне нужен... Хлеб. Хренасе, я здесь уже наделал... Многохлебие какое-то. Не то. Вот этой штукой. Я долго буду привыкать к этим нодам, но хотя, в принципе, я могу сказать, что штука-то удобная, ребятки. Вполне себе. И бейквар. Бейквар. Такая хрень. Такая хрень. Во! Сосисочки! Сосисочки у нас с вами появились. По идее, эти самые сосисочки можно дальше еще отправлять куда-нибудь в сундук. Там, не знаю. Они, кстати, крафтятся по четыре, да? Единственное, что у меня здесь тоже сейчас все это дело будет успешно заполнено хлебом. То есть, блин, систему вот из такой компактной придется переделывать тоже в такую вот громоздкую. Исключительно ради того, чтобы на каждом входе поставить вот такие фильтры. Потому что, на самом деле, я сейчас знаю только два способа ограничить количество предметов в инвентарях. Это либо при помощи вот этих фильтров, либо при помощи Blood Magic. Но при помощи Blood Magic я чувствую, что мы с вами реально упоремся это делать. Так, ну и что осталось сделать? Осталось сделать еще один фильтр, да? Для того, чтобы это сюда перетаскивать. Или вообще, ладно, я думаю, что пока мы с вами вполне можем попитаться сосисочками, которые лежат вот здесь. Осталось подключить вот сюда нашу с вами... Откуда я, собственно, побежал? Вот она, Ground Trap. Единственное, что мне нужно будет сделать еще одну... Еще один входной фильтр. Итак, фильтр я сделал. Вот у нас с вами Basic Drawer, к которому нужно будет подсоединить нашу Ground Trap. Ground Trap мы с вами поставим вот сюда. Для легкого доступа. И здесь мне, кстати, нужно будет... А я уже всю свинину извел, да, успешно? Ребятки, это не очень хорошо. Ладно, может быть, у меня где-нибудь еще осталось. Тут еще проблема в чем? В том, что эта штука ведь ловит не только свиней. Здесь будут совершенно разные штуки. Именно поэтому я себе и хочу сделать... Точнее, сделал уже трансфер-фильтр вот этот вот. Мы его с вами прицепим вот сюда. И в него нужно будет поместить фильтр с свининой. Единственное, что как бы нам здесь с вами поставить сундук, так, чтобы он ничему сильно не мешал. Я думаю... Ой. Я думаю, что мы его поставим вот сюда. И... Ой, а я не смогу себе сделать обратную эту самую... Обратную сортировку. У меня вот этот сундук должен стоять дальше. Черт, где же ему стоять дальше? А мы с вами можем попробовать сделать что? Испохабить окончательно домик. А внизу там у меня ведь уже нода, черт ее возьми. Может быть, в таком случае попробовать это поставить вот с этой стороны. Здесь же тоже есть доступ к сундуку. И у него здесь свободная сторона. То есть, если мы с вами возьмем эту штукенцию... Иди сюда. Я знаю... Ой, ой, ой. Какая ты быстро разбиваемая. Мы с вами ее поставим вот сюда. Да. Это идея. Единственное, что сейчас я здесь себе разворачиваю нафиг все свое вот это вот богатство и красоту. Но мне оно совершенно недорого. Потом, к тому же, мы с вами это дело вернем на место. Вот сюда ставим трансфер-фильтр. Жбоньк. Вот сюда ставим граундтрэп. Граундтрэп, начинай граундтрэпить. И, соответственно, дальше вторая труба пойдет как раз куда-нибудь вот сюда. Единственное, что осталось найти свинину. Для того, чтобы из нее сделать фильтр. Конечно, можно было бы сейчас выйти в лес. У меня, по-моему, где-то там были свинки. Возможно, что если я сейчас здесь свинины не найду, я так и сделаю. Свинины здесь у нас с вами нету. И, кстати, ребятки, у меня отключена сортировка по среднему клику. Поэтому я знаю, что вы мне писали, что можно использовать средний клик для этого дела. У меня нельзя. Я это отключу, потому что мне это неудобно. Где у меня были свиньи? Их где-то было просто немеряное количество. Если бы я еще помнил где. Давайте-ка, наверное, я их все-таки найду, и мы с вами увидимся. Ну и все, ребятки, свинина найдена. На болотах. Собственно, да. Я очень долго тупил те же, я видел много свиньей, потом вспомнил, что на болотах. Господи, зачем чезарить арбузы? Так, ладно, у нас с вами есть фильтр. И у нас с вами есть свинина. Я попутно себе накопал еще немножко аквамарина, потому что его много не бывает, как мы знаем. Так, и этот самый дурацкий фильтр. Не надо лопатой рубить дерево, это не культурно. Мы с вами поставим вот сюда. Все, только свинина. Дальше, соответственно, сделаем вот так. Нет, нифига, мы сделаем не вот так. Ай, моя маленькая трансфер пайпа. А куда делся фильтр? Эй! Фильтр! Что за важный? Он что, исчез? Или он куда-то, блин, улетел? Куда делся этот дурацкий фильтр? Ну где он? Ну блин. Я слепой? Вроде нет. Он в какой-то из этих нот? Вроде нет. Черт. Так, давайте постараемся не повторять ошибку. Я себе скрафтил еще один фильтр. Почему я его не вытащил с креатива, если честно, не знаю. Ладно, скрафтил, скрафтил. Будь здесь. Надеюсь, что эта штука работает с трубами. И я его поставил не сюда. Его надо поставить вот сюда. Raw Pork Chop. Потому что отсюда мы с вами вынимаем абсолютно все. И то, что не влезло вот сюда, у нас с вами идет аккуратненько. Очень, очень аккуратненько она идет куда-нибудь вот сюда. Если здесь будет стоять нормально, будет интересно. Или поставить его куда-нибудь? Во! Вот такой вот изврата билд. Вполне себе, по-моему, сойдет. Зря я выкинул всю землю, пока был в домике. Но, по крайней мере, таким образом я себе практически не испортил дом. Это радует. Здесь у нас с вами будет стоять два блока земли. Все. Теперь свининка, которая у нас с вами попадет сюда. Она не может сюда сама попасть. Но, тем не менее, она у нас с вами... Ой-ой-ой-ой. Неудачный я выбрал маршрут. Она, соответственно, попадет на нашу систему. И из нее будет сделан хот-дог. Она послужит очень правильному, грамотному и нужному делу. А мы с вами отсюда эти хот-доги будем убирать и жрать. Но сначала нужно доесть свою чпакабру. Не доешь чпакабру, не получишь хот-дога. Вот, ребятки, а на этом мы с вами будем заканчивать серию. Почти. Потому что я забыл отсюда вытащить тесто. С вами был Зигзагедж. Я надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующий раз. Здоровых встреч. И, как обычно, всем счастливо, ребятки. Ешьте свою чпакабру. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok